Гнуться, но не ломаются. Или самый красивый вид спорта? Это все о гимнастике. Я Анна Тур и это тема дня. Прямо сейчас говорим о самом интересном. Краснодарская гимнастка Алиса Тищенко завоевала 4 золота чемпионата Европы. Юная кубанская гимнастка завоевала 4 золотых медаль на чемпионате по художественной гимнастике в Баку. Золотыми стали ее выступления в составе юниорской команды России в многоборье, а также в групповых с упражнением с обручем и лентом. Лента 4 золотая медаль за командную победу сборной России в составе команды юниорок и индивидуальных выступлений взрослых Арины Едины Авериных и Александры Солдатовой. Как развивается этот вид спорта в нашем регионе? Что делают краевые власти для его поддержки? Об этом сегодня поговорим с нашими гостями. Я представляю Татьяну Николаевну Наполеонова. Это руководитель Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике края. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Ну и чемпион Алиса Тищенко, четырехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Алис, здравствуй. Ну, для начала немножко подыши, привыкни к эфиру. Я знаю, что ты очень волнуешься. Татьяна Николаевна, у вас хочу спросить, как работает Министерство в направлении поиска талантов, поддержки талантов, развития вот этого вида спорта именно в нашем регионе? Ну, в первую очередь, Министерство поддерживает школу краевую. Это наш Центр олимпийской подготовки. А мы уже занимаемся поиском талантливых гимнасток и выведением их на такие вот уровни, как чемпионаты Европы, чемпионаты России, международные соревнования. И в этом нам Министерство очень помогает. Какие обычно это бывают меры помощи? То есть какие-то программы существуют для поддержки спортивной? Вы знаете, это очень хорошее финансирование. Это финансирование, это спортивные базы. Конечно, как бы хорошо ни было, всегда чего-то не хватает. Но на данный момент в Краснодарском крае создалась обстановка очень благоприятная для развития нашего вида спорта. И я могу сказать, что на юге России таких условий, как у нас, нет. То есть кроме нашего края, да, вы имеете в виду? Алис, хочу тебя спросить, когда тебя привели в художественную гимнастику? Почему тебе понравился этот вид спорта? Ну, вообще меня привела мама. Мы гуляли на площадке, и мама моей подружки, она увидела объявление, и мы решили пойти. Ну вот. Что увидела первая тренировка, когда пришла в зал? Кто это были? Ну, я увидела летящие предметы. Как их ловит? Гимнасток, да. Какой любимый твой элемент, с которым ты выступаешь? У тебя есть он? Элемент? Нет. У меня все упражнения любимые. Я делаю и восхищаюсь. Что самое сложное, как ты думаешь, для гимнаста? Это вот именно с точки зрения физики своего тела справиться с телом, либо справиться со своим настроем внутренним? Что для тебя сложнее? Для меня сложнее внутри справиться, собраться морально и выйти. Покажи свою медаль. У нас здесь на столе тут целая выкладка. Какие твои, и расскажи, как их заработала. Может быть, какие-то есть, которые особенно? Вот эти вот четыре, я их заработала на чемпионате Европы. Здесь многоборье общее, командный зачет, финал лента и финал обруч. Вот это вот медаль из международных соревнований. Вот это вот из Софии медаль. Вот это тоже из Софии. Вот это из Софии. Вот это вот мисс Валентина, соревнования из Эстонии. Алис, скажи, пожалуйста, а вот когда сложнее выступать? Когда ты где-то в России тренируешься, командный отбор идет? Либо за границей? Где проще? Помогают ли родные стены? Конечно, помогают. Если ты выступаешь в Москве, тебя больше поддерживает зал, больше болельщиков. Чувствуешь эту поддержку, когда бросаешь вверх обруч? Да. Чувствуешь? Татьяна Николаевна, если говорить о том, насколько перспективен наш край вот именно в направлении художественной гимнастики, эстетической гимнастики, вообще чем эти виды спорта отличаются? Эстетическая гимнастика – это командный вид. Это только групповое упражнение без использования предметов. То есть девочки занимают... Это больно упражнение. Это немножечко еще другой подход к общепринятым таким пониманием гимнастическим элементам. То есть это целостное исполнение всей композиции, то, чего сейчас, может быть, не хватает в художественной гимнастике, потому что очень много элементов. И иногда композиция как бы разрывается, хотя за это судья наказывают. В эстетике это вообще невозможно. Это вот от начала до конца целостное исполнение. Это танец, да, это образ обязательно. Причем это все выполняется в группе и выполняется без предметов. Если говорить о том, как сегодня подготовлены спортсмены, да, потому что вот самое главное, наверное, это физическая их готовность. Может быть, как вы их оцениваете, как вы их отбираете? Это же очень сложно. Ну, вы знаете, у нас вообще вот как бы вот эта неделя, просто мы такой живем немножко в эйфории, потому что четыре медали европейских, и девочки в составе восьми человек привезли золото с чемпионата мира. Такое редко бывает? Ну, не часто. Но мы к этому стремимся, мы работаем. У нас прекрасные тренеры в Центре Олимпийской подготовки и на отделении художественной гимнастики, на отделении эстетической гимнастики. Я считаю, что я очень горжусь своим коллективом, своими кадрами. Вот Алиса – это плод не одного тренера, это как бы группа тренеров, которые… Командный продукт. Командный, да, продукт, который получился. Это благодаря тому, что очень вовремя ее привели. Ее не испортили нагрузкой ранней. То, что бывает часто. Бывает такое, да. И к ней очень аккуратно отнеслись тренеры, к ее данным, к ее вот как бы специфике, именно ее организма. Подготовили именно в тот момент, и в нужное время мы показали ее в сборную. Ее отобрали полтора года назад. И полтора года с ней работали лучшие тренеры страны в этом направлении, в групповых упражнениях. Это Инна Быстрова, это Антонина Иванова. И на последнем этапе с ними работала Ирина Александровна, Винер, которая тоже внесла свою лепту именно в создании вот этого результата. Поэтому, конечно же, медали – это не работа одного какого-то человека, это работа команды. Команды, российской команды. То есть у вас сейчас небольшая передышка, да? Ну, она не длинная, потому что уже в конце июля у нас Перенство мира в Москве. Это первые соревнования такого уровня. Никогда еще Перенство мира в художественной гимнастике не проводилось. Это первые соревнования. Они пройдут в новом зале в Москве, в Лужниках, в центре художественной гимнастики. И мы, я надеюсь, увидим это. И надеюсь, что мы еще порадуемся за выступления наших спортсменок. И в том числе за Алису, которая будет принимать участие в групповых упражнениях в юниорской программе. Это прекрасно. Я желаю вам удачи, пользуясь случаем. Алис, еще вот о чем хочу спросить. Много у тебя друзей, вот среди твоих же, скажем так, подруг-спортсменок, да? Есть, может быть, ребята в школе, которые спрашивают, ну что ты там так сильно выкладываешься? Пойдем там поиграем в компьютерные игры. Как ты на это реагируешь, на такие вопросы? Когда часто с этим сталкиваются дети-спортсмены? Ну, конечно, часто я говорю, что давай после тренировки или на выходном погуляем. Бывают выходные у тебя? Да, бывают. Не испытываешь такого чувства, что вот слишком много времени проводишь в зале? Нет, никогда не жалела. Ну, это, кстати, ваша заслуга, Петяна Николаевна. Если дети это чувствуют, если они понимают, что у них есть детство, они что-то, они встали в 7 утра, отторвалили две смены в зале, Да, знаете, это заслуга их тренеров, конечно. Потому что тренеры у нее прекрасные. Начиная с первого тренера Светланы Вячеславовны Журавель, которая ее, в общем-то, влюбила в художественную гимнастику. Потом она передала ее Наталье Ивановне Критской, которая работала с ней в групповом упражнении. И старший тренер Серебряковой Елена Вадимовна, которая завершила вот эту такую краснодарскую фазу и привела ее в то чувство и в то состояние физическое, ну, при котором ее отобрали в сборной России. Это очень важно, потому что страна у нас большая, очень богата талантами, богата и тренерскими талантами, и гимнастами. И попасть в эту шестерку сильнейших, ну, это очень сложно. И мы это все осознаем, этот большой труд. У нас на связи еще один эксперт. Хочу сказать, что кубанские гимнастки победили на чемпионате мира по эстетической гимнастике в юбилейном 20-м чемпионате мира, которое прошло в Испании. Приняли участие команды из 30 стран мира. Наш край представил титулованный гимнастический клуб небеса. И сейчас с нами на связи. Мария Борисовна Иванова, это президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края. Мария Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по итогам того, что произошло в Испании, что, можно сказать, главное в этом виде спорта? Насколько значимой оказалась эта победа для нашего региона? Ну, конечно, значимая эта победа. Мы в числе сильнейших, вообще в числе большого количества стран мы стали победителями. Это большая конкуренция и, конечно, это результат, которым мы гордимся. Если говорить о том, какими данными должна обладать, наверное, спортсменка для того, чтобы попасть в сборную, это, наверное, физические данные, психологический настрой, то какими должны они быть? Ой, на самом деле, очень много критерий. Она должна быть и прудучая, и выносливая, и гибкая. Должна быть хорошая техническая барза. Плюс это командный вид спорта. Нужно уметь срабатываться в команде. Взаимоотношения должны у девочек быть. Так, чтобы было комфортно тренироваться. Мария Борисовна, расскажите, какие впереди соревнования, к чему готовитесь, над чем сейчас работаете? Сейчас у нас такой период, когда мы должны менять новую соревновательную программу, готовиться к новому сезону и ближайшему соревнованию в новом сезоне. Это Кубок России, который будет проходить осенью. Спасибо вам большое. Татьяна Николаевна, хочу спросить, вот когда формируется, может быть, программа, да, когда выбирается музыка, выбираются какие-то элементы, смотрят, понятно, что на то, какие возможности способны раскрыть девочки, да, но, может быть, кому-то что-то хочется добавить свое, есть ли возможность у них поучаствовать в этом? У девочек? Конечно. Любое новое упражнение уже в таком возрасте, как у Алисы, каков возраст, тренер с гимнасткой подбирают и музыку, и композицию делают вместе. Это тоже такой, ну, как бы общий труд. Если говорить о победе в Испании, про которую вот Мария Борисовна рассказала, насколько она важна для нашего края, что это вообще значит? Какие открывают новые горизонты в эстетической гимнастике именно для края? Да, я хотела сказать, что вообще во всей стране у нас очень мало спортивных школ, которые развивают эстетическую гимнастику именно в бюджетной сфере, потому что это немножко клубный вид спорта во всем мире. Но, тем не менее, уже на протяжении 10 лет эстетическая гимнастика у нас обосновалась и в нашем центре олимпийской подготовки краевом, и в городских школах, и в нескольких муниципальных образованиях Краснодарского края. То есть Краснодарский край в этом отношении пошел по пути развития именно государственного. То есть как бы клуб к клубам, но клуб это платные услуги. А мы хотим все-таки вид прекрасной спорта. Более того, у нас очень многие гимнасток, которые заканчивают свою карьеру в художественной гимнастике, переходят в эстетическую и еще там продолжают вот этот вот путь спорта. Поэтому чемпионат мира и эти медали, это, конечно же, подтверждение того, что мы идем правильным путем, потому что мы развиваем вид от вид спорта и вместе с клубом, вместе с федерацией эстетической гимнастики. И надеемся, что наши девочки будут поддерживать этот вот рейтинг свой, потому что они входят в тройку топовых команд России уже на протяжении 10 лет. И эта планка высокая, мы ее поддерживаем. Очень многие родители, например, боятся отдавать в такой вид как художественная гимнастика довольно-таки серьезный, из-за травм. Как справляетесь? Как вот, может быть, со стороны администрации, может быть, если есть определенная поддержка медицинских специалистов? Вот вы про эту сторону можете рассказать? Вы знаете, у нас в чемпионе есть целый центр, который поддерживает наше состояние здоровья наших спортсменов, наших сборниц. Это первое. Второе. Вы знаете, все виды спорта достаточно травматичные. Все травмы происходят по различным причинам. Чаще всего от внимания, от расслабленности. Нужно просто как бы знать правила данного вида спорта, и тогда будет меньше травм. Алис, были у тебя какие-нибудь такие не очень приятные моменты, связанные с травмами? Ну, бывали растяжения, но так в серьезных не было. Стараешься выполнять все правила, правильно? У тебя грамотные тренеры. Вот, хотела сказать, ориентиры в спорте для тебя, это кто? Это твои тренеры, может быть, какие-то звезды. Расскажи, за кем ты наблюдаешь из художественной гимнастики? Кто это? Я наблюдаю за олимпийскими чемпионами, за Ритой Мамун, за Евгением Канайвой. Вот, я на них стремлюсь быть. Не было такого момента, когда после серьезной тренировки или, может быть, если выступила не так, как хотелось, хотелось сказать, ну все, не могу больше, ухожу. Были такие случаи? Ну, были, но потом... Как ты с ними справляешься? Ну, я анализировала, если я брошу, что будет дальше. Анализ тебе не понравился, да? Мне не понравилось, да. Существуют у вас в команде, может быть, в клубе, в центре, как раз специалисты, которые работают с психологией детей, потому что, ну, они, в принципе, они уже готовые спортсмены, они уже, там, в 14 лет защищают мастера спорта практически все они у вас. Ну, чуть попозже, у нас не раньше 16 лет присваивается. Вы знаете, дело в том, что тренер – это такая вот профессия сложная в том плане, что нужно не только тренировать, нужно быть еще и психологом, и мамой, и жилеткой, в которой можно поплакаться, и творческим человеком, который подберет и музыку, и подберет какие-то именно специфичные движения для данной гимнастки. Поэтому я буду бесконечно восклавлять эту профессию тренерскую. В общем-то, низкий поклон тем тренерам, которые могут посвятить себя такому сложному виду спорта, как художественная гимнастика, отдают полностью всю себя вот как бы в этой работе и достигают высоких результатов. Перед эфиром вы упомянули о том, что мама Алиса тренировалась как раз у вас, да? То есть она, получается, знала, кому отдает своего ребенка. Вы знаете, да, так было. Но к тому времени, когда она отдавала своего ребенка, я уже, к сожалению, не была тренером, а возглавила центр олимпийской подготовки. И поэтому мы нашли, так сказать, ходы. У нас очень много хороших тренеров, которые могут довести талантливую девочку до высот в художественной гимнастии. Татьяна Николаевна, понятно, что в Краснодаре, в центре, где сконцентрированы и тренеры, и базы, и школы, и вот Центр Чемпион, очень много возможностей. А если говорить о периферии, о районах края, где представлены еще вот именно специалисты вашего уровня? Вы знаете, у нас очень сильные гимнастки. У нас есть отделение в Сочи, очень сильная гимнастика. Вообще сочинская, она конкурентно способна. У нас есть члены сборной команды России. Это Ираненкова, наша обладательница Кубка России, наша олимпийская чемпионка юношеских олимпийских игр в Нанкине. Она сейчас в основном в составе сборной команды страны. Но, к сожалению, там условия похожи. Там нет таких хороших залов, хотя есть олимпийское наследие, но, к сожалению, оно все работает немножечко, ну, как бы не на государственные структуры. Но, тем не менее, мы находим пути, вот, например, со школой Барсуковой, которая базируется в Адлер-арене. У нас очень хорошие отношения, договорные отношения в договоре. У нас лучшие спортсмены работают на базе этой школы. То есть у них есть хорошие площадки, высокие потолки, современные залы, вот таким путем. В центре Сочи, конечно, с залами похуже, хотя там тоже есть очень хорошие, сильные спортсменки. Но хотелось бы, конечно, чтобы вот там, где есть развитые виды спорта, которые представляют спортсмены на высоком уровне, всероссийском, международном, чтобы все-таки там были базы специфичные, вот такие, знаете, которые соответствуют современным требованиям данного вида спорта. Кроме Сочи, где у нас еще есть вот такие вот точки художественной гимнастики? Армавир, Новороссийск, Геленджик, а также еще в 28 муниципальных образованиях Краснодарского края. Гимнастки там послабее, но тем не менее, очень радует то, что она там есть, эта гимнастика, и дети могут заниматься для развития, для красоты. Можно вывезти детей и пригласить их в Краснодар, это же замечательно. Мы так и делаем. Спасибо вам большое. Алису еще раз поздравляю с победой. Татьяна Николаевна тоже. Хороших вам успехов и успешно выступить на следующих соревнованиях. Это тема дня. Мы завершаем свою работу сегодня в эфире. Хороших вам выходных. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok